Руководством Государственной налоговой службы Украины в текущем году определены приоритетные направления в работе подразделений налоговой милиции. Их семь. Это выявление налоговых преступлений, связанных с использованием новейших технологий. Это связано в первую очередь с ростом оборотов электронных денежных средств. Это контроль поступлений в местные бюджеты. Дело в том, что ежегодные потери государства на этом уровне составляют десятки миллиардов гривен. И это серьезно. Один из приоритетов – это работа с Национальным банком Украины с целью разработки механизмов для воспрепятствования незаконному выводу субъектами внешнеэкономической деятельности валюты за рубеж, в офшоры и в страны с льготным налогообложением. Необходимо также одно из направлений под контроль взять расходы госбюджета. Здесь речь идет о государственных закупках, речь идет о субвенциях, получаемых исполнительными органами власти. Нами также продолжается работа над выявлением схем незаконного возмещения НДС. Налоги надо собирать, ну и контролировать их расходование. Особое внимание подразделения налоговой милиции будет направлено не только на выявление в этом году конвертационных центров, но и на работу с предприятиями, которые пользуются их услугами. Также усилится контроль за рынком подакцизных товаров и противодействие их незаконному обороту, в первую очередь на рынках нефтепродуктов, ликероводочной продукции. По количеству уголовных дел, которые завели в прошлом году и сколько налоговой милиции удалось спасти бюджетных средств, Андрей Бачурин отметил. Налоговой милиции области в текущем году возбуждено 119 преступлений, из них 77, связанных с уклонением от уплаты налогов. Если, как бы, с учетом того, что налоговая милиция исключительно занимается экономической составляющей, это приоритет для нас, то по уголовным делам нами было доначислено 86 миллионов гривен, почти чуть более 81 миллиона гривен взысканных. Это очень значимая сумма. В этом году уже закончено и направлено в суд 44 уголовных дела, связанных с уклонением от уплаты налогов. Взысканная сумма ущерба по ним составляет 34 миллиона. По словам Андрея Бачурина, Донецкая область ничем не отличается от других областей по совершаемым преступлениям. Специфика региональная, с учетом того, что у нас очень серьезный промышленный регион, у нас угольный край. Речь идет о совершении преступлениях в этих отраслях, не более того. Кира Думская, Александр Пугачев, Первый муниципальный.